ММА Бетс Собственно, ребятки, как и всегда, вам огромное спасибо за активность, за просмотры, за то, что вы просто поддерживаете, пожалуйста, продолжайте это делать, это очень важно, как и всегда я это повторяю, да? Ну и давайте начнем, а неделя у нас начинается с бокса, я вот честно вам скажу, не знаю почему, какой-то тут непонятный французский бокс, есть в линии практически во всех конторах, да, но главный бой есть, по крайней мере, ну вот здесь замена произошла, вот который был, до этого главный бой, он был везде. Поэтому, ну, имейте в виду, если вы вот для себя бокс рассматриваете, просматриваете, что-то ждете, то вот это вот будет во Франции, да, получается в среду. Ну, а для нас начинается ММА неделя с турнира One, One Friday Fights, абсолютно классический, как и обычно, очень классный был прошлый турнирчик, да, очень классный здесь каждый турнир, уже 39 серия этого бенгера, да, и здесь у нас, конечно же, будет большинство муай-тай боев, парочка ММА поединков, и, естественно, будет линия на все эти бои. Далее, ACA 165, очень классный, очень зрелищный, крупный, 16 поединков в Санкт-Петербурге пройдет этот турнирчик, здесь и гран-при, здесь и много-много известных имен, даже перечислять сейчас смысла нет, да, я разберу весь этот турнир у нас в бойцовском клубе диванных аналитиков, от и до пройдусь по всем этим поединкам, поэтому, если что, подписывайтесь туда, ссылочка в описании, в закрепленном комментарии. И также этот турнир мы, конечно, будем стримить, смотреть с вами вместе, начало, по-моему, если я не ошибаюсь, в пятницу в районе 18 по Москве, присоединяйтесь, да, далее пойдем, Karate Combat 42, уже на два, по-моему, на два турнира вот этого промоушена уже была линия, поэтому я теперь это разбираю, я теперь это смотрю. Ну, знаете, я думаю, линия будет продолжать появляться, потому что довольно зрелищные, хорошие турниры, и туда приглашают хороших бойцов, там явно есть определенное спонсирование, да. Кстати, если мы посмотрим на постер, да, то справа, ну, такой вот небольшой клон Рената Фахреддинова, на самом деле, это Эдгар Скривер, с которым я познакомился очень давно, когда он еще в ACB выступал, это вообще-то MMA боец, да, ну, здесь по карате он выступает. Еще и за пояс дерется, кого здесь можно выделить, друзья? Ну, вот, Элиас Сантос дрался, я точно помню, что в организации Титан на Файт Пассе, Оскар Соса, я точно помню, что дрался в организации Титан, причем два раза еще и пытался там пояс завоевать, ни разу не получилось, да. Ну, теперь он каратист, здравствуйте, да. Ну, и парочка наших соотечественников, о которых я пока еще ничего не знаю, но так или иначе, это можно будет посмотреть, они, кстати, по-моему, по Ютубу прям транслируются без проблем, в хорошем качестве, повторюсь, довольно зрелищно, это все и оригинально смотрится. Далее пойдем, CFFC, Catch Fury, определенная фарм-лига UFC, которая по Файт Пассу транслируется, в главном поединке Фатима Клайн, это, ну, такая очень перспективная спортсменка, да, грэпплер в первую очередь, у него очень много там достижений, наград, и она развивает сейчас MMA карьеру, у нее уже есть хорошие скальпы, и вот сразу первый бой ей дают, бой за пояс, да, вот в этой вот организации. Джамиль Джонс в Кумейн-Ивенте, он раньше, кстати, был чемпионом Catch Fury, если я не ошибаюсь, возвращается в родные пенаты, дрался в ПФЛ, не сильно хорошо, ну, в целом, знаете, чел, который пытался и через ТАВ попасть в UFC, и через контендер серии, ну, не тянет немножко, да, но здесь более-менее себя проявляет. Что еще? А, ну, вот, кстати, Гаджи Мурат Бестаев, друзья, боец, который пытался через контендер серии с попасть в UFC, бился в LFA, бился в Беллаторе, ну, теперь нашел свое обители вот здесь вот. Далее идем, здесь уже у нас полноценный турнир One, One Fight Night 16, и турнир довольно-таки интересный, друзья, он и по именам неплохой. Если кого-то выделять, ну, вот, кстати, Бен Тайнан, тяжеловес, здесь будет дебютировать, у него сейчас 4-0, у него в любителях хороший рекорд, тоже не битый, он борец по базе, очень здоровый, тренируется с Кертисом Блейдсом. Я, честно вам скажу, я понятия не имею, какого вообще он забыл именно One, потому что, ну, борцам One приходится не сладко, честно вам скажу, даже очень хорошим. Ну, окей, посмотрим, что из этого выйдет, да, что тут еще выделить? Да, в принципе, ничего, наверное, в главном поединке у нас Фабрисио Де Андрадо, это чемпион в MMA этой организации, попытается забрать еще и в кикбоксинге пояс, ну, такой амбициозный молодой бразилец, да, посмотрим, что из этого получится. Далее у нас Бернакл, то, что мне очень нравится, кулачка, пройдет во Флориде, ну, выделить, если кого-то, то разве что Джулиана Лейна. Я думаю, он и в представлении не нуждается, в коммен-эвенте он дерется. Далее идем, LFA, опять же, очередная фарм-лига UFC по файт-пассу транслирующаяся. Этот ивент пройдет не где-то, а там же, где UFC, в Сан-Паулу, в Бразилии, и здесь очень хороший для LFA-карт, очень хороший, друзья. Даже если снизу-вверх идти, смотрите, второй бой, а тут уже Габриэль Сильва, бывший боец UFC. Есть очень неплохие столкновения небитых спортсменов, есть небитые тяжеловесы друг против друга, да. Хосе Августе, кстати, в Беллаторе дрался. Ричард Джакоби, по-моему, в контендер-серии, друзья, это тот чел, который в контендер-серии умудрился проиграть Остину Лейну. Ну, просто красавец, как ты это сделал, непонятно, да. Очень классные два главных поединка, это бой за пояс в 155 фунтов, тоже два небитых, очень хороших бразильца, и бой за пояс в тяжелом весе, Эдуарду Невис против Хьюго Кунья. Далее идем, Falcon MMA 2. На этот турнир я пока линии не видел на первой, но она может быть. Почему? Да потому что бывает, когда есть вменяемые бойцы, а здесь Common Event и Main Event, это бывшие бойцы UFC, Джаральда Дефрейтос и Диего Нунес. Диего Нунес, вот, знаете, ему уже лет, я не знаю, 60, наверное, ну это я, конечно, шучу, очень возрастной спортсмен, просто он дрался еще миллиард лет назад в UFC, еще когда WC был, он там дрался, представляете, Рафаэль Асунсау в свое время побеждал, но вот сейчас продолжает выступление уже в Бразилии, не знаю, опять же, будет линия, нет, но интересно посмотреть на результаты. Eternal MMA, это у нас типичный турнирчик для Австралии, да, по файт-пассу транслируется, выделять никого не буду, линия в последнее время на него практически не бывает, но все равно держу на прицеле. Еще один бурнакл, на этот раз Таиланд, уже пятый выпуск, да, и знаете, друзья, здесь просто сумасшедший бой, главный, сумасшедший. Две легенды, Геруца, Буакав, Банчамек, если я правильно все это дело читаю, и Сэнчай, Сэнпонг, там, в общем, чтобы вы понимали, да, это ребята, у которых, ну, во-первых, им за 40 лет, и тому, и тому, да, у них там по 300, по 400 боев, это просто какое-то сумасшествие, да, и вот они здесь в главном поединке. Еще мне непонятно, конечно, какого хрена здесь забыла Бриттен Харт, потому что она является чемпионкой Барнакл, ну, типа, основной лиги, что ты забыла здесь? Еще и не за пояс, в Коммэн-Ивенте, против непонятно кого, да, ну, какая-то местная боксерша, ну, окей, ладно. И также, 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 ну, вот, кстати, Михаил Вертрила, которого последнее время мы с вами видим на турнирах RCC Hard, такой, знаете, ну, довольно, довольно харизматичный и зрелищный персонаж. Кстати, это что, друзья, что это такое? Просто посмотрите, я открыл его страницу Тумба, вот просто Тумба. Вот я иногда смотрю, мне кажется, ну, фамилии поляков, наверное, самые смешные, без неуважения к полякам, хотя вряд ли они меня смотрят, но потом я вижу Тумбу, просто здравствуйте, меня зовут Тумба, я боец, да? Как говорится, ставь лайк, если твоя нога дралась с Тумбой, да? Окей, друзья, Октагон 48, очень тоже здесь будет крупный, у них турнирчик в Англии пройдет, здесь можно много кого выделять, но если все-таки кого-то выделять, да, ну, то есть, в основном, ребята, которые здесь все время и выступают, то это, конечно же, Common Event и Main Event, потому что Скотт Аском, бывший боец UFC, Элиас Гарсия, бывший боец UFC, и очень интересный здесь будет еще бой в Main Event, друзья, чемпионы европейских промоушенов друг против друга. Антон Рачич, это бывший чемпион организации KSW, и против Джека Картвайта, он пытался в Contenders, не получилось, он бывший чемпион организации KSW. Если честно, вот для меня это прям очень интересный поединок. Окей, линия на него тоже всегда есть, давайте дальше пойдем. Организация Ryzen приезжает в Азербайджан и проводит здесь ивент. Тоже очень много бойцов, которые, ну, где-то мелькали, практически весь карт я знаю, да, но опять же, если кого-то выделять, Турал Рагимов, это бывший боец ACB и ACA, но у него очень хороший соперник, Кьюн Пьё Ким, который вот буквально в шаге от UFC. Друзья, помните замечательный индус, вот этот джубли, который недавно выступал в UFC, вот с ним Ким подрался в сплит, ему там не отдали победу, но он мог бы тоже попасть в главный промоушен, да, MMA. Джастин Скогинс, бывший боец UFC, очень хороший поединок Наримана Аббасова против Али Абдулхаликова, такой именно со спортивной точки зрения, прям классно смотрится. Ну и, конечно, Вугар Карамо в главном поединке, но у него тоже непростой соперник, потому что вот этот вот Сузуки вынес Патрисио Питбули, если я правильно помню, в крайнем своей поединке, тоже непростой персонаж. Тофик Мусаев в Коммэн-Ивенте тоже с хорошим соперником, но это прям, знаете, хорошо, хорошо. Райзин в этот раз постарались, да. Далее у нас вот такой вот промоушен, да, FNC, сербский промоушен, и никого, опять же, здесь выделять не буду, на него иногда бывает линия, поэтому я для себя его всегда выделяю. Супериор Челлендж, на него всегда бывает линия в последнее время, и чтобы вы понимали, да, здесь два чемпионских боя, в главном поединке вот этот джентльмен слева, вот этот вот бразилец, которому сколько там, 39, Эдерсон Мачедо, он чемпион. Чемпион, он чемпион, да, он будет защищать свой пояс против какого-то непонятного Карла Албрэкстона, что-то, что, какая-то кудряшка тут пытается пояс завоевать, да. На самом деле этого бразильца совсем недавно привезли в Супериор в качестве мяса для Кеннета Берга, помните такого джентльмена, он, по-моему, в контендер-сериес он, по-моему, он и в ТАФ, и в контендер-сериес пытался попасть, в UFC так и не попал. Вот в качестве мяса привезли бразильца, бразильец его снес, забрал пояс, просто здравствуйте, да. Ну, теперь, конечно, этот пояс должен, по идее, забрать Карл Албрэкстон, но, кто его знает, оказался непростой бразил. Далее у нас турнир RCC интро. Опять же, ребята, в основном те, которые здесь в RCC постоянно и выступают. Очень неплохой, интересный и, по идее, зрелищный ожидается главный поединок Рахим Медаев против Евгения Игнатьева. Кого я вижу, друзья, чисто такой, ну, скажем так, в нашем сообществе немножко мемный персонаж Дмитрий Михайлиди, который набил, ну, не набил, подправил свой рекорд в непонятных организациях, да, и вот сейчас возвращается в RCC, обратно его портит, очевидно, да. Окей, дальше пойдем. Кикбоксерская главная организация. В Нидерланды они возвращаются. В последнее время колесили они по разным странам. Глори. Три чемпионских боя в этом карде. В главном Рико Верховен. Ну, прямо-таки мне уже интересно. Тоже линия всегда есть на эти турниры. И с точки зрения ставок они тоже интересны. Далее у нас грэпплерский турнир. Polaris 26, друзья. Он пройдет в Англии. Он транслируется по файт-пассу. Иногда на него бывает линия. Я буду следить. В главном поединке Крейг Джонс против Джеральда Мишерта. Ну, в принципе, немножко интересно, согласитесь. Молли Маккан в Комэн-Ивенте. Вот опять же, Молли Маккан по грэпплингу выступает. А что дальше? Куда мы будем с вами катиться дальше, да, друзья? Также здесь есть вот такой вот боец, как... Не знаю, как правильно читается. Кэндал Рьюзин, наверное. Ну, в общем, очень советую последить за инстаграмом этого джиу-джитсу бойца. Да, потому что, ну, у этого человека, прямо скажем, очень большие такие и сочные перспективы. Окей, дальше пойдем. Далее у нас тут бокс. Я вижу матч-румбоксинг, я вижу дазон. Я понимаю, что будет линия здесь на большую часть поединков, поэтому имейте в виду. Друзья, вот скажите, мне кажется, или на вот этом постере слева это просто Ей Родригес? Черт возьми. Ну, это же просто Ей Родригес. Ну, серьезно. Окей, ладно. Давайте дальше. UFC Fight Night. Ну, вот и центральный MMA промоушен, да. Турнир этой недели, как я и сказал, в Бразилии, в Сан-Паулу. Главный поединок Джейлтон Алмейда против Деррика Льюиса, конечно, будет разобран здесь на Ютубе также. Помимо этого мы разберем бой Рената Фахриддинова и еще какой-нибудь один. Вы голосуете, какой именно здесь, прямо на Ютубе, в разделе сообщества, выбираете. Какой бой вы хотите, чтобы мы разобрали помимо вот этих вот двух. Ну, а все остальные будут разобраны у нас в бойцовском клубе. Ссылочка, как и всегда, в описании, в закрепленном комментарии. Я про все бои подробно там расскажу в формате видео, как и всегда. Что еще отметить? Ну, этот турнир, конечно, мы будем стримить, мы будем комментировать, присоединять. У нас отдельный стримерский канал Агрессив Лайв с удовольствием, буду рад там всех видеть. Вместе по лайвим, поэмоционируем, да, и посмотрим. Далее вот такой промоушен, друзья. Я, конечно, уверен, что на него линии не будет, но... Ну, не мог я обойти стороной. Бен Периш в главном поединке. Кто знает, тот знает, да. Этот красавчик, наконец-то, да, выбился в звезды, ему дают главный бой в каком-то непонятном промоушене. Посмотрите на него. Ну, хорош. Ну, согласитесь, хорош. И, кстати, раз уж я начал по поводу там постеров, кто на кого похож, мне кажется, или Бен Периш на этом постере, это просто вылитый Хадис Ибрагимов. По-моему, прям дико похожий. Далее идем. У нас здесь еще один боксерский промоушен. Дон Кинг промоушен, друзья. Организовывает, да, у нас Дон Кинг, который... Идет на переговоры с другими промоутерами, исключительно с дробовиком под столом, как бы, ну, как говорится, кто знает, кто знает, да. Если честно, я уж и не думал, что он что-то организовывает, но нет. Тем более здесь и Лунга Маккабу, небезызвестный в главном поединке против Нойля Макаэляна. Окей, наверное, стоит последить, если вы следите за боксом. Далее, конечно же, более крупные боксерские вечера. Это, наверное, самый крупный. Это организация Топ Ранг. Это ESPN+. Там именно транслируется. И, конечно же, линия на эти бои будет. Ну, и я не знаю этих людей, но выглядит неплохо, да. И еще один боксерский. Здесь уже по дазам транслируется. Golden Boy Promotion. Но, опять же, друзья, вот я смотрю. Ну, главный бой. Женский. 105 фунтов. Ну, просто вот сразу хочется быстрее переключить отсюда, убежать как можно дальше. Последний турнир этой недели. Fury Challenge Series 9. Никого здесь выделять не буду. Разве что Зак Баррега, который в контейнер Series был. Но, опять же, стоит ли упоминание чел, который аннигилировал там за очень короткое время Бо Никао? Ну, наверное, нет. Вот такие вот у нас здесь промоушены. Друзья, постарался более-менее скомпоновать это все. Потому что промоушенов реально много, да. Турниров много, да. Ну, вот теперь вы знаете. И, конечно же, остаемся с вами на связи. Потому что будет разбор поединков UFC. Еще что-нибудь мы тоже разберем. Я там посмотрю, что интересное есть. Будет, в общем-то, роликов, я, наверное, думаю, 4-5. А может быть, даже и больше на этом канале. Поэтому не расходимся. И спасибо огромное за внимание. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Пишите комментарии. Это очень важно. И присоединяйтесь на все наши ресурсы. И в чатике в том числе, да. У нас есть и ВК. У нас есть и Бойцовский клуб ВК. Помимо, да, основной группы у нас есть. И Телеграм, и там чатик. Везде буду рад всех видеть, друзья. На сегодня у меня все. Вам огромное спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok